Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, а именно проблеме, которая действительно беспокоит очень-очень многих, особенно мужчин, ну и женщин в том числе. Но я предлагаю, давайте сегодня мы поговорим про проблемы, связанные с частым мочеиспусканием, особенно в ночное время у мужчин. Почему эта проблема важная и очень серьёзная? Потому что мужчина действительно за ночное время не успевает выспаться, не успевает отдохнуть и просыпается очень часто для того, чтобы сходить в туалет. Я даже знаю, что мужчины некоторые встают по 8, 9, 10 раз за ночь. И безусловно, когда столько раз за ночь вы встали, то, конечно же, уже никакого сна и никакого отдыха, ну, про это вообще не стоит говорить. Поэтому давайте сегодня разберёмся, как же мы можем повлиять на проблемы с частым мочеиспусканием, что делать и с чем эта проблема связана. Поэтому, друзья мои, проблема серьёзная, я вам крайне рекомендую посмотреть это видео. Также, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делить ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, я предлагаю начать. Действительно, частое мочеиспускание, особенно в ночное время, называется нектурия, да? То есть, соответственно, последствия, я вам уже сказала, это усталость на следующий день, безразличие, то есть подглазины, вы постоянно в таком сонном состоянии, вам постоянно хочется спать. И всё это из-за того, что за ночь вам приходилось вставать в туалет не один и даже не два раза. То есть, проблема действительно очень серьёзная. Может быть, она связана с камнями, да, в почках. Соответственно, может, связана с инфекциями, с простатитом. То есть, заболеваний действительно очень много. Но часто, частая причина, это как раз в увеличенной простате. И как раз многие врачи говорят, ну, понятно, почему вы очень часто мочитесь, потому что простата увеличена, давит на мочевой пузырь, и вот вам эти частые позывы к мочеиспусканию. Но, знаете, что самое интересное, да, ведь многие мужчины лечатся, и в течение лечения простата потихонечку-потихонечку уменьшается. Но вот эти частые позывы к мочеиспусканию остаются. И вот здесь стали искать, в чём же проблема. Вот как мы, кроме лечения инфекции, какой-то мочекаменной болезни, да, простатита, можем повлиять на, соответственно, частые позывы к мочеиспусканию. И нашли вот какую причину. У диабетиков, у людей, кто страдает, предрасположен к сахарному диабету, действительно частые позывы к мочеиспусканию. И, кстати, это один из диагностических критериев диабета, когда вы много пьёте, много мочитесь, да. И часто, как раз, когда вот эти позывы постоянные, у врачи опытные говорят, а ну-ка, давайте-ка сдадим глюкозу, ну-ка, давайте-ка проверим глюкозу, да. Почему многие, а многие даже про это не подозревают, где мочеиспускание и где диабет, да. Но связь, безусловно, есть. Так вот, доказано, что повышенный уровень инсулина способствует частым позывам к мочеиспусканию. То есть, именно повышенный уровень инсулина, друзья мои. Вот вам, пожалуйста, отёчность, шелушение кожи, покраснение кожи, соответственно, изменение гормонального фона, подавление гормонов надпочечников. Вот вам и причины, почему это происходит. То есть, причина, действительно, прошу прощения, очень глобальная. Плюс ко всему, да, вы можете просто много пить. Можете много пить из-за того, что, в принципе, повышается как раз инсулин. Так вот, учёные нашли, как на это надо повлиять. То есть, соответственно, что повышает инсулин? Это съеденная еда. Если нас с вами беспокоит проблема частого мочеиспускания, то это нам говорит о том, чтобы надо на ночь снизить уровень инсулина. Соответственно, перенести вечерний приём пищи на более раннее время, то есть на 5-6 часов, да, чтобы инсулин выделился в 5-6 часов, и, соответственно, к ночи он уже снизился, да. И следующий момент очень важный, соответственно, убрать все перекусы. Вот вы думаете, ну и что я съем печененку, ну и что я там молочка попью или чаёк с конфеткой? Это же не пюре с курицей, да, я согласна, друзья мои, это не суп и не пюре с курицей. Но организму-то всё равно, ему нужно переработать вашу конфетку, ваш сладкий чаёчек, ваше молочко, вашу печененку. Соответственно, вырабатывается опять же инсулин, да, он может в меньшем количестве, но он вырабатывается. И опять вот этот вот механизм запускается, и опять вы будете ночью несколько раз бегать в туалет. Вот вам механизм, то есть отказываемся от перекусов, переносим ужин на более раннее время, да, там 5-6 часов стараться. Если, ну, друзья мои, я думаю, это того стоит. Во-первых, вы будете как минимум лучше спать и высыпаться, да, ну утром покушайте. Соответственно, убираем углеводы, потому что больше всего провоцирует выработку инсулина именно углеводы. То есть убираем сладкое, мучное, это крайне важно, да, когда мы говорим про вообще проблемы с повышенным инсулином. То есть стараемся соблюдать диету, больше овощей, да, больше фруктов, это будет наиболее полезно. И рекомендуют все-таки использовать интервальное голодание, да. Про интервальное голодание я думаю, что мы поговорим прям в отдельном видео, но смысл в том, что у вас будет два приема пищи через 8 часов. То есть вы едите один раз, через 8 часов в другой раз. И вот эти методики действительно уже утверждены, и люди, кто вставал в туалет, мужчины по нескольку раз, это, кстати, проблемы женщин, да, касается, вставал огромное количество раз в туалет, лучше спят и практически не встают в туалет, если соблюдают вот такие, ну, с первого взгляда, кажется, простые, но действительно здесь очень большая работа над собой предстоит. Друзья мои, я жду ваши вопросы в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю, чтобы данная проблема вас никогда не беспокоила, и вы были здоровы и счастливы. Всем пока-пока и до новых встреч!